Привет! Просматривая статистику за прошлый год, я нисколько не был удивлен, что первое место занимает видео с хачинами. И это благодаря моему другу. Он оставил ссылку на моё видео на своём кулинарном сайте. Знаете, как мне было приятно? В отличие от других друзей, даже на своей соцсети как будто не могут репостнуть. На самом деле, если мне где-то надо подсмотреть рецепт, я в первую очередь его смотрю у Вилкина. Ведь всегда доверяешь человеку, которого хорошо знаешь. Кстати, я не раз готовил по рецептам своего сайта и даже участвовал в нескольких конкурсах. Правда, ничего не выиграл, потому что мою криворукость никто не отменял. Но зато могу с уверенностью сказать, что рецепты там хорошие. Это я всё к чему? Просто рецепты, которые я хотел приготовить, либо сложны для съёмок, либо я не могу найти ингредиенты, которые мне необходимы для рецепта. И тут, листая инсту, я наткнулся на рецепт от Вилкин Про, и мне прям захотелось его приготовить, потому что меня соблазнил кускус. Погнали готовить! Для начала нам надо срезать мясо с бедра курицы и нарезать его. Производители, в крайнем случае паловская курочка, обманывают нас и вместе с бедром отрезают и кусочек хребта. У меня из-за того, что половина веса хребет, получилось мало мяса. Так что лучше сразу покупайте филе бедра. Ну ладно, зато у меня косточки для бульона останутся. Читая состав овощей в рецепте, меня не покидала мысль, что я где-то видел уже такой состав овощей. И потом я вспомнил, что есть замороженная смесь, где именно такой же состав, как нам надо. Единственное, что там ещё есть сельдерей, но я думаю, он нам не помешает. Из-за того, что куриного мяса у меня получилось не так много, как я хотел, я решил добавить ещё и свежие овощи. Во-первых, так написано в рецепте, во-вторых, так будет вкуснее. Поэтому нарезаем лук, морковь и перец кубиками. Сначала обжариваем курицу на растительном масле на большом огне. Если вы хотите мыть две сковородки, то вы можете в этот момент на второй сковородке начать жарить овощи. Я же где-то после четырёх минут обжарки просто выложил куриное мясо на тарелку. И на этой же сковородке начал обжаривать овощи. Сначала лук до золотистости с одной стороны, потом добавляем морковь. И тоже обжариваем пару раз. Помешав, можно добавить уже и перец. Немножко у нас обжарились овощи, можно добавить и замороженные овощи. Накроем крышкой, чтобы быстрее овощи оттаяли и начали тушиться. Как только овощи оттаяли и немного протушились, можно добавить мясо, чтобы также всё начинало обмениваться вкусами. Добавляем вскипяченую воду. И сейчас можно также посолить, поперчить и добавить приправу, которую вы хотите. Я добавил просто приправу для курицы. У неё на первом месте в составе идёт паприка, так что я практически не отклонился от рецепта. Кстати, ссылка на рецепт закреплена в описании к видео. Так что можете пройти и прочитать. После того, как овощи и мясо отдали вкус бульону, можно добавлять кускус. Тщательно перемешиваем и накрываем крышкой. Огонь можно выключать. Всё, наше блюдо через 10 минут будет готово. Получается, что если у вас уже разделанное мясо и замороженные овощи, то готовить это блюдо буквально 20 минут, 10 из которых ждать, когда запарится кускус. Кайф же! В любом случае, это вкусное блюдо, а кускус разнообразит макарошки, рис и гречку. Я ещё раз напомню, что ссылка на оригинальный рецепт от Вилкина в описании к видео. Заходите, читайте, у него много там замечательных рецептов, которые постоянно пополняются. Я уверен, что вы тоже найдёте там какой-нибудь интересный рецепт. А я думаю, что ещё не раз приготовлю что-нибудь от Вилкина. Всем спасибо за поддержку канала. Всего приятного. Пока!